Несмотря на приближающуюся осень и понижение температуры воздуха, массовые зарядки только набирают популярность. Ряды желающих провести утро выходного дня в компании спортсменов с каждым разом пополняются. Заряд бодрости им обеспечен на всю рабочую неделю. О пользе физической нагрузки на свежем воздухе в следующем репортаже. Интенсивные нагрузки согревают мышцы и суставы, а яркое солнце и громкая музыка дарят хорошее настроение. Здесь не только любители спорта, но и профессиональные спортсмены. Для Алексея Скурихина такая нагрузка вовсе не сложная. Обычно он каждое утро пробегает по 8 километров. На зарядку пришел, как говорится, за компанию. Эта зарядка, которая утреннее приходит, она привлекает людей к здоровому образу жизни, к спорту. Может кто-то после данного мероприятия почувствует, что ему чего-то не хватает. Здесь мышцы не работают, устал, отдышка появилась. И он захочет пойти в любой какой-нибудь, либо в тренажерный, либо в аэробик, либо бегом, либо другим ударными видами спорта. То есть может кто-то из этих, например, 50-60 или 100 человек, 2-3, это уже будет большой результат. Музыкальные треки сменяют друг друга. Упражнения становятся более интенсивными, а движения энергичными. В какой-то момент зарядка превращается в массовую танцевальную аэробику. Ошибается тот, кто думает, что заниматься можно под любую музыку. Как выяснилось, фитнес-тренеры подбирают специальный репертуар. Вы не представляете, как я безумно рад проводить зарядки. Мне это очень нравится. Мы с ребятами все время готовимся в течение недели. Мы подбираем треки, подбираем музыку, приходим на репетиции, заранее все готовим. Нам безумно это нравится. Зарядка направлена в первую очередь на оздоровление людей. По признанию участников, в движениях появляется легкость, а настроение всегда остается приподнятым. Бодрости тела и духа хватает ровно на одну неделю. До следующей спортивной встречи. Мария Федорчук, Владислав Сильнинов, Артур Цвелюк. Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова